Всем здоров! Обычно, когда говорят про графику, так или иначе вспоминают игру, которая произвела, возможно, не революцию, конечно, но уж точно внесла значительный вклад в развитие визуального аспекта игровой индустрии. И речь, конечно же, об игре Crysis 2007 года. В своё время эта игра предложила несколько очень новых визуальных решений, таких как Screen Space Ambient Occlusion, Подповерхностное рассеивание, Effect God Raise, Parallax Occlusion Mapping, КП Объектное размытие движений или Project Motion Blur, продвинутую физику... всего, качественную проработку воды и прочие вещи. Хотя в фейл Crytek'ов использовать один поток процессора в самой технологичной игре это, конечно, сильно, так к чему я клоню. К тому, что незаслуженно, на мой взгляд, при разговоре о графике или говорят про первую часть как самую амбициозную, или про третью часть как верх технологического совершенства серии, ну и стандартного бенчмарка для сравнения произведительности железа. Но напоминаю, что существует ещё вторая часть, это та, которая между первой и третьей, и она вовсе не является каким-то проходным продуктом с технической точки зрения, совсем нет. И именно об этом я хотел бы сегодня рассказать. Вообще, из всей серии именно Crysis 2 является моей любимой частью, за прекрасный сеттинг опустошённого, разрушенного города, захваченного пришельцами, атмосферы некой таинственности, охранительной эпичности всего, что происходит на экране, за саундтрек Ханса Циммера, но об этом как-нибудь в другой раз. Сейчас же я буду утолять свои низменные потребности и искать графон. Прежде всего, Crysis 2 первая игра построена на базе движка CryEngine 3, и первая игра, показавшая преимущество нового на тот момент DirectX 11, хоть и не первая игра, использующая его. Даже сейчас, спустя 9 лет после выхода, Crysis 2 совершенно не выглядит как устаревший продукт. Более того, по качеству графики он может посоперничать с современными проектами совершенно легко. Уже в 2011 году, до того, как это стало мейнстримом, Crysis 2 использовал логаритм глобального освещения в реальном времени, который называется LPV, или Light Propagation Volumes, самый аккуратный перевод которого – объемы распространения света. Что это значит? Короче, трехмерная сцена разбивается на трехмерную сетку, в которой хранится информация о координатах точек, которые освещаются источниками освещения. А далее, опуская подробности, свет распространяется на другие участки координатной сетки. И вот таким незамысловатым, а на самом деле очень замысловатым образом, имитируется глобальное освещение, одной из прелестей которого, помимо непрямого освещения, является эффект рефлекса, или цветового отскока, или переноса цвета. И дело в том, что новый на тот момент алгоритм глобального освещения LPV довольно плохо сочетался с обычным Screen Space Ambient Occlusion, примененным еще в первом Crysis. Напомню, что Ambient Occlusion является одним из аспектов глобального или непрямого освещения, суть которого в том, чтобы учитывать интенсивность освещения объектов, то есть локальное затемнение объектов и пространства из-за преграждения света другими объектами. Таким образом, локации с эффектом Ambient Occlusion из однородного месива становятся более выразительными, а мелкие детали более различивыми на фоне остальных объектов. Дело в том, что не вдаваясь в технические дебри, обычный Screen Space Ambient Occlusion был лишь приближенным по эффективности к настоящему Ambient Occlusion, как, впрочем, и все остальные алгоритмы. Но реализация в первом Crysis по сути лишь просто затемняла пространство на основе данных из буфера глубины, не учитывая при этом такое важное свойство объекта, как его цвет. То есть затемнение просто получалось путем наложения градаций серого на текселе, в зависимости от количества выборок из Z-буфера. Но, как я уже сказал, LPV глобальное освещение плохо сочеталось с этим методом, по той причине, что эти самые выборки брались из сферической области, и из-за этого затемненными становились даже те объекты, которые затемнены быть не должны, типа плоских поверхностей, таких как стены и потолки. А теперь представьте, что рефлекс от глобального освещения нивелируется эффектом Screen Space Ambient Occlusion, что не очень-то и круто. Для решения этой проблемы алгоритм Screen Space Ambient Occlusion был усовершенствован, став называться Screen Space Directional Occlusion, и в нем были сделаны два важных улучшения. Первое. Выборки теперь берутся не из сферической области, а из полусферы. Таким образом, исключается ненужная для затенения геометрия. Второе. При расчете затенения учитывался цвет материала, что по сути также позволяло имитировать рефлекс, только для более мелких объектов. Из всего вышесказанного можно заключить, что Crysis 2 значительно увеличил эффективность и эффектность освещения со времен первой части. Кстати, Crysis также славился эффектом подповерхностного рассеивания, и несмотря на то, что действия второй части также происходят в джунглях, только бетонных, подповерхностное рассеивание никуда не убрали. Другим важным аспектом освещения являются тени, которые в Crysis 2 также были значительно улучшены, и были, пожалуй, самыми совершенными на свое время. Crysis 2 уделывал любую другую игру по качеству теней, не просто благодаря обычным мягким теням, а имитации эффекта полутеней или пенумбры. Не этой. Что значительно повышает их реалистичность. А также тени изменяют четкость в зависимости от расстояния до поверхности, на которую они отбрасываются. Вот, например, тень четкая в основании, а далее при удалении от решетки становится все более размытой и рассеянной. То же самое касается и внутренних помещений, в которые проникает свет. Через щели в окнах, например. Но и это еще не все, что привнес Crysis 2 в графику. О нет. Уже мейнстримовые на данный момент SSR отражения, кажется, впервые как раз таки и появились в Crysis 2. Конечно, иногда они выглядят странно, а там, где они должны быть, вроде лучших и вовсе нету, тем не менее, на большинстве блестящих поверхностей они применяются. Например, на стволе оружия или на кузове этого грузовика. И что довольно интересно, реализованы даже самоотражения. То есть детали кузова грузовика отражаются на самом кузове грузовика. Следующая важная технология, которую использовал Crysis 2, стала дисселяция. Причем доступен этот параметр только в DirectX 11 версии игры. На видеокартах того времени тисселяция сжрала львиную долю производительности. Как раз потому, что технология была нова, а аппаратная поддержка ее видеокартами не была совершенна. Что же такое тисселяция? Наверняка все из вас знают, что 3D модели состоят из вершины треугольников, называемых полигонами. Так вот, зачастую модели в играх выглядят весьма некачественно, как раз из-за недостатка количества граней. Потому, например, круглые предметы выглядят как пятиугольники. До сих пор вспоминаю прекрасно прорисованного психа из Crysis 3 с полигонами на башке. Что порождало просто когнитивный диссонанс какой-то. Так вот, дисселяция – это разбиение полигональной сетки на дополнительные полигоны, для сглаживания 3D модели или добавления дополнительных деталей к ней. Вообще, вся геометрия из игры, а это миллионы полигонов, поступает в видеокарту уже в подготовленном виде от центрального процессора. Но благодаря DirectX 11 стало возможным проводить операции с треугольниками и на видеокарте. В Crysis 2, например, прекрасно выглядят фасады зданий. Кирпичная кладка, которая сделана не объемным текстурированием, что является лишь иллюзией, а настоящей геометрией, выглядящей гораздо эффектней и реалистичней. Ну и, конечно же, особый интерес у графодрони, у кандидатов в графических наук представляет трендеринг воды. И одним из лучших примеров реализации водной поверхности в играх до сих пор, спустя 13 лет, является первый Crysis. Качественные шейдеры, симуляция преломлений, каустики, изменяющаяся геометрия поверхности воды, и соблюдение физических законов, когда, например, одни вещи тонут, а другие остаются на плаву. И все это, и даже больше, есть и в Crysis 2. Несмотря на то, что вода в игре, в принципе, не такой важный элемент ландшафта, ибо город, но ее рендеринг был улучшен. Во-первых, благодаря использованию SSR-отражений, а во-вторых, благодаря все той же тисселяции, из-за которой волны и рябь на воде выглядят теперь гораздо эффектней и выразительней. Я тут также упомянул про объемное текстурирование, так вот, Parallax Occlusion Mapping применяется не на двух с половиной текстурах, а активно используется на протяжении всей игры. Текстуры стены, асфальта, плитки, кирпичей в разных вариациях выглядят объемно как раз благодаря этой технологии. Хотя до сих пор Parallax Occlusion Mapping так и не стал мейнстримом. Ну и напоследок, две немаловажные фичи, которые также из Crysis 2. Это достаточно новый на тот момент вид сглаживания TXA, или Temporal Approximate Anti-Aliasing. Ключевым отличием этого алгоритма сглаживания от других является использование временной координаты, а конкретно данные из предыдущих кадров и данные из обрабатываемой сцены. В результате работы этого алгоритма, в основе которого лежит мультисемплинг, результат получается очень качественным. К тому же устраняется ужасный эффект мерцания, присущий другим видам сглаживания. TXA сейчас де-факто стандарт сглаживания в играх. Благодаря нему также появляется эффект Ghosting. Короче, появляющийся полупрозрачный шлейф из-за быстро движущимися объектами в кадре. А в некоторых экстремальных случаях, таких как в игре Vampire, где есть возможность активировать TXA и аж шесть выборок на пиксель, лесенки ликвидируются абсолютно полностью. Вот прям совершенно. Ну и усовершенствованный пентагональный эффект глубины резкости боке, который благодаря большому количеству сэмплов очень качественно и красиво размывает фон, чтобы акцентировать внимание игрока на каких-либо визуальных деталях. Пентагональный он, потому что размытые блики выглядят не как окружности, а как пятиугольники. То есть, как бы, да, это главная фича Crysis 2. Вообще, Crysis 2 это не только прекрасная графика, но и отличная игра сама по себе. Лично для меня, наверное, один из лучших шутеров от первого лица, а также лучшая игра в своем сеттинге пришельцев, которая заслуживает отдельного обзора в качестве забытого шедевра. Если вам понравилось видео, вы узнали что-то новое, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!